Это универсальный формат. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте вместе со всей бригадой выпуска. Я приветствую всех, кто сейчас дома. Тема у нас сегодня серьезная. Система воспитания сирот государством порождает иждивенческое мышление. Это все слышали. И покинув стены интерната, дети уверены, что им все все должны. Что необходимое так и будет, как раньше появляться на волшебном блюдечке. Выпускники детских домов чаще всего не умеют ни заработать на пельмени, ни просто их сварить. Они наивно ждут от государства положенные им квартиры. Если же квартира имеется, то ее обладатели частенько не имеют ни малейшего представления, где и как оплачивать коммунальные услуги. Они не знают, что носки надо штопать, а на хулиганов подавать в суд. И вот в 16 лет они просто попадают на другую планету, в общем-то, безо всяких навыков выживания в новых условиях. Это общая картина. Есть, разумеется, исключения. Но вот насколько я сгустила краски, попытаемся выяснить сегодня, что с этим делать. Я хочу вам представить гостей нашей студии. Это Татьяна Демина и Галина Цицулина. Это руководитель и заместитель социального приюта «Ровесник». И у нас сегодня Настя Никулина и Валера Тихонов. Собственно, те, про кого мы сейчас начали говорить. И, в общем-то, Настя вот сидит, усмехается. И я думаю, что если она сейчас не согласна со мной, то, в общем-то, мы это услышим. Настя, сразу вот как что. Нет, ну я, безусловно, согласна с тем, что когда выходишь, ты немножко теряешься. Потому что одно дело, когда ты живешь подопедкой, за тебя подумают. Ну давай сразу. Сколько лет ты прожила в детском доме? Ну, где-то три года. Слава богу, не очень много, да? Нет, это немного. Я попала в подростковом возрасте, в 14-13 лет. Но с учетом того, что еще меня год не было, я уезжала в Апаторию. Но это, наверное, уже отдельная история. Отдыхала тоже за счет государства. Вот. Ну да, на самом деле, есть такая проблема, когда ты под опекой, там накормлена, одета, ты не думаешь о том, что там. Когда ты выходишь, ты уже понимаешь о том, что вот она, серьезная жизнь, куда бы ты хотела. Ты рвешься же все равно, вот я хочу самостоятельно, я бы не хотела. Ну все, наверное, мечтают побыстрее выйти из детского дома, да? Как бы без контроля, вот ты выходишь. И все, и ну как бы да, ну квартиру, получила я квартиру. Теперь хочешь, не хочешь, надо работать. Платить за квартплату, поднять на работу, кушать тоже охота. И сталкиваешься с такими юридическими тоже, какие-то есть ли вопросы, да? Естественно, начинаешь поиски интернета лазить какие-то там, ну, скажем так, подходить опять же, приезжать. Соцприют. То есть, слава богу, есть куда еще приехать, да? Конечно, да, мы поддерживаем связь, стараемся все равно приезжать как-то, вот. Если какие-то есть вопросы, мы приезжаем в департамент также, вот, ну, спрашиваем, нам помогают. Дорогие друзья, я хотела бы, чтобы вы были участниками сегодняшнего разговора, мы работаем в прямом эфире, и мы с нашими гостями перед эфиром договорились, что вопрос для вас будет такой. Вот, как вы считаете, вообще, каким образом можно сломать систему, когда в детском доме социальные адаптации ребенку не дают? Можно ли ее сломать? Что можно для этого сделать? Такой вот непростой на самом деле вопрос, но если у вас будут мысли какие-то по этому поводу, звоните к нам, 202-11-22. Ну, а в конце программы мы подведем итог, и в награду за ваши мысли будет пригласительный билет в ресторан-караоке. Ну, я думаю, что можно будет сходить, отдохнуть, развлечься вот таким образом, 202-11-22. Ну, и сразу хочу с Валерой Тихоновым поговорить. Если Настя прожила три года в детском доме, и у нее уже были какие-то навыки к тому времени, как она туда попала, Валер, то ты в сиротских учреждениях провел... С рождения. С рождения, фактически. Сейчас тебе сколько? Сейчас 23. Ну, вот, условно говоря, почти 20 лет из жизни они вот прошли там, да, будем так в общем и целом. Скажи, пожалуйста, вот когда ты жил в школе-интернате, да, вот воспитывали там какие-то качества, которые потом в будущей жизни пригодились? Вот что вам давали, а чего не давали, на твой взгляд, чего тебе не хватило после того, как ты, условно говоря, ушел в самостоятельную жизнь? Ну, мне вот, что вот не хватало, допустим, что нас, допустим, не учили там готовить в интернат. Ты шел на обед, на завтрак и на ужин, понимаешь, что еда сейчас будет, да, не задумываясь о том, как она появляется и откуда? А сейчас вот закончил, это вот, слава богу, я могу к сотрудникам приют обратиться, они там помогут, научат. Вот, и сейчас уже понимаю, что надо самому готовить, даже когда приют из, из приюта выйду, получу квартиру, то уже мне никто не поможет приготовить, вот, самому. Валер, ну, понятно, что готовить, да, но, наверное, это не единственное, вот, не единственное белое пятно, которое было. Скажи, а вот учили вас, вкладывали вас какие-то лидеры, лидерские качества, что ты личность, ты все можешь, ты там справишься, ты, ты пройдешь любые инстанции, какие потребуются и так далее, вот, вот что-то такое, да, вам? Ну, такого не было, там, был психолог, она объясняла, ну, она не объясняла там, как это сделать, какие ступени для этого пройти надо. А она просто говорила, у тебя все будет хорошо. Ну, и то, слава богу, как говорится, хотя бы кто-то это вкладывал. Ну, Татьяна Васильевна, Галина Анатольевна, я вас представила, как руководителей социального приюта «Ровесник», но, на самом деле, ваши обязанности гораздо шире, потому что у нас еще в городе есть центр, вот, такое всегда длинное название, я говорю, социальная гостиница, на самом деле это называется как? На самом деле, да, по типу социальная гостиница, это наше структурное подразделение, но, потому что, название длинное, потому что мы собрали в этом доме самые незащищенные слои населения, это женщины с детьми, это беременные женщины, и граждане, оказавшись в трудной жизненной ситуации, то есть выпускники детских домов, в том числе и выпускницы, которые беременны, которые с детьми. То есть, фактически, изначально, вот, создавалось для, даже для женщин, да, попавших в трудную ситуацию. Да, для женщин, да. Да, и что получилось сегодня? И жизнь нас заставила, да, принимать туда выпускников детских домов. Вот насколько их много, с чем они к вам идут? Много. Мы даже не думали, что основная часть проживающих в нашем отделении, это будут выпускники детских домов, большая часть. Потому что, я вообще хочу сказать защиту выпускников детских домов, что, вот, особенно, вот, как Валера, вот, слушая его, на самом деле картина такая, что, выйдя, даже находясь в детских домах, в школах, интернатах, у них постоянная борьба за выживание, понимаете? У них постоянное преодоление трудностей, жизненных каких-то препятствий, особенно, выйдя из стены этих учреждений. У всех по разным причинам. Если ребенок с рождения шагает по жизни, по детским домам, конечно, какие-то завышенные требования, завышенные ожидания, даже я бы сказала, от государства, он другого не знает, другого не видит. И, придя к нам, самая главная проблема, что во многом упущено время, когда они приходят 22-23 года, время упущено. Эту подготовку самостоятельной жизни надо начинать гораздо раньше, гораздо раньше в детских домах, понимаете? Потому что, на самом деле, теряются, и не только бытовые навыки. Вот в стенах приюта мы даже с маленьких детей, которые поступают, и мы видим, что, дай бог, чтобы ребенка взяли в семью, а если он уйдет в госучреждения, что нужно учиться, готовить, они у нас на рынок ездят сами, одежду с нашим представителем покупают, умеют как-то распоряжаться деньгами, а здесь что, здесь вышли? А еще, если у кого-то есть деньги на книж, через два дня их уже там и нету. Он самостоятельный стал, он вышел в новую жизнь, а распоряжаться, шагать по жизни еще и не знает как. И этому еще не научили. Вот главная проблема. И придя сюда, есть, конечно, и это очень радует, что они готовы самостоятельно решать свои проблемы, их нужно только помочь, подтолкнуть и немножко научить. И самое главное, вот разговаривая с нашими детьми, самое главное, придать вот эту уверенность, придать им, на самом деле, возможность, дать возможность почувствовать себя личностью, почувствовать себя полнокровным членом нашего общества. А что это? Это надо научить его, чтобы он умел работать социальными структурами, чтобы он знал, как переосвидетельствовать эту инвалидность, как пройти собеседование при трудоустройстве. Конечно, мы взрослые теряемся, а семьи, семьи даже вот в нынешних условиях наших, многие семьи как бы, ну, безверия, свои силы, тоже ведь подталкивают в трудную жизнь ситуацию, в которой вот находятся наши выпускники. Они не умеют и не знают, и теряются, и теряются, а еще мы никуда не денемся от того, что это беда вообще общая, уже много лет мы наблюдаем такую картину, что получают образование, получают не то, какое они хотят, по разным причинам. И приходят они к нам, специальность, которую приобрели, маляр, а у него аллергия вообще на краску, озеленитель, он и сам-то не хочет, так еще вот пытались устроить туда, женщин только берут. И пойти куда-то, перестроиться и, естественно, забыть вот эту историю, что все должны, мне должны, этому же надо научить, чтобы это забыть, понимаете, и пойти куда-то, на собеседование. И вот как раз вот наше учреждение занимается этим, со службой занятости, работой. Мы еще ведь, они же сталкиваются с такими жизненными проблемами, как нет регистрации. Без регистрации ни полис не получить, а это не пересвидетельствование, не пересвидетельствовать свою инвалидность. Без регистрации не станешь в качестве безработного. Слава Богу, нам сейчас уже с временной регистрации, до 2012 года мы не могли, нужна была постоянная регистрация. Сейчас нам пошли навстречу нашим выпускникам и регистрируют в качестве безработного. То же самое, получение второго образования, это же надо, надо иметь осведомленность, должна быть информационная поддержка. Они должны знать, понять, и приходят люди, разговаривают, объясняют, и на самом деле, а с некоторыми просто надо за руку ходить. У нас есть парень, вот я его знаю уже с 2003 года, он прошел все, и улицу, и детские дома, но он и не жил там, понимаете, он как жил на улице, так он и жил. Ему надо просто даже каждый шаг расписать, куда пойти, о чем говорить, что просить, и что для этого нужно сделать, какие документы. Ну и, естественно, правовую помощь, потому что незнание своих элементарных льгот, какая-то правовая защита, у нас же есть выпускницы, которые с элементами, с разводами тоже оказываются такими беспомощными в этой ситуации. Я хочу сейчас напомнить нашим зрителям, что мы очень хотели бы услышать ваше мнение, вот как все-таки вообще, что нужно сделать для того, чтобы выпускник детского дома при выходе из этого учреждения не был настолько беспомощным, вообще можно как-то сломать эту систему. Если у вас есть идеи 202, 11, 22, и ваши мысли, конечно, будут вознаграждены. Галина Анатольевна, насколько я понимаю, вот такое учреждение, как ваше, ну, почти что одно в городе, да, можно вот в общем и целом сказать так. Скажите, вот достаточно вас, ваших сил, или все-таки вот те, кто нуждается в такой помощи, их больше, чем они к вам приходят? Нет, ну, многие же выпускники нуждаются не то, чтобы мы вот как поддержим их материально, и как-то мы их можем поддержать, предоставить им жилье. Есть выпускники, которые имеют жилье, но их где-то просто необходимо направить, получить консультацию, я думаю, что недостаточно. Ну, или, может, пусть живут как живут, ну, как уж справятся. Нет, зачем? Нет, что вы. Им просто необходимо получить консультацию, и они в дальнейшем могут пойти и решить свой вопрос. Если там, например, помочь встать на очередь или на учет, сейчас же вот в связи с принятием нового законодательства, выпускники детских домов до 23 лет имеют право встать на получение уничредного жилья. Поэтому возникает ряд вопросов, куда, где обратиться. Если есть такая вот необходимость, такое учреждение, где они могли бы получить такую консультацию, это было бы просто замечательно. Вот Татьяна Васильевна сказала, вы ведь действительно водите иногда за руку просто по всем этим кабинетам. Да, конечно. Достаточно будет, если обратился он за помощью, ему расписались, схему дали, куда нужно обратиться, где получить необходимые документы. Есть дети, которые такие вот выпускники справятся с такой поставленной задачей. Нет такой необходимости. Да, у нас, оказывается, есть звонок. Давайте послушаем. Алло, добрый день. Добрый день. Меня зовут Юрий Владимирович. И, в принципе, как бы, как сломать нынешнюю систему или структуру? Ну, может быть, ломать не надо, а переделать ее под ту систему, которая была в свое время, которая помогла миллионам беспризорникам стать нормальными людьми, войти в общество и поднять страну. То есть это система Макаренко. Вот это вот, пожалуй, нужно. И параллельно с этим, ну, хотя бы в подростковом возрасте, в 14 лет, покажите им фильм такой «Путевка в жизнь». Покажите, не бойтесь. Это советский фильм, ну, полтора часа, правда, не каждый может выдержать, потому что, ну, не приучены думать, в большей части все-таки. Вот, ну, попробуйте. Такой вариант, потому что надо же показывать. Вот, и кроме всего прочего, трудовое воспитание вообще куда-то, как я понимаю, улетело. Ну, вот да, вы совершенно правы, да. Макаренко на это ориентирует. Юрий Владимирович, спасибо. Я так понимаю, что все-таки вот человек, который нам позвонил, предлагает не изобретать какое-то там что-то новое, а, собственно, увидеть то, что уже было создано, и просто внимательно посмотреть. Ну, все-таки вот, Настя, Валер, хочу еще задать вам вопрос. Вот если бы там вернуть обратно какое-то время, вот, а вы бы что предложили? Вот что нужно изменить в детских домах, для того, чтобы вам потом не страшно было так в жизни? Чего добавить? Вот что бы вам хотелось? Добавить? Ну, не знаю, на самом деле, наверное, какую-то... Ну, так как в детских домах очень много детишек, и понятно, что индивидуально там с каждым, ну, мало кто занимается. Это занимается группами. Что в детских домах не хватает, ну, это, наверное, более, наверное, материнского тепла. Ну, я говорю, как, ну, не с 14 лет я поступила, да, вот есть детки, которые, на самом деле, с очень ранних возрастов, то есть, вот им охота тепла, внимания, наверное, где-то вот ласки, то есть, чтобы, ну... Это то, что, собственно, дает потом уверенность, правильно? И дает это уверенность, на самом деле. Когда вот там свое дитё там сидит, ты выгладишь, ты моя самая красивая, самая умная, ты у меня самая замечательная. Вот, наверное, вот этого, ну, не хватает. Мне кажется, ты будешь именно такая мама. Понятно, почему не хватает, потому что очень много народу, и, ну, как бы, а воспитателей, то есть, хороших, единично, скажем так. Ну, пока вот имеем то, что имеем, и как каждому ребёнку... Нет, я не говорю, наши воспитатели самые лучшие. Ну, это здорово. Валера, а тебя вот что больше всего пугает? Вот у меня по математике была, алгебру вела. Ну, вот здорово, когда есть такие люди, такие воспоминания. Валера, а вот тебя что больше всего пугало? Вот чего бы ты сейчас вот себе пожелал тому прошлому? Ну, я бы, конечно, бы сразу бы это... Обратился бы к людям, которые помогают. Пошёл бы, обучился. Ну, а вот, кстати, по поводу обучения. Всё-таки вот тебе сложно было специально. Я так понимаю, что ты пошёл учиться туда, где было общежитие, правильно? Да. Не особо выбирая себе профессию. Степендище. Да. А так бы, если бы мне вот помогли бы тогда, в тот раз, я бы выбрал себе учёбу по той профессии, которая мне нравится, а не из-за того, что надо где-то жить. Валера, ну, я давай могу сказать я нашим зрителям, что ты сейчас выбрал такую специальность, да? Ну, да. То есть с сентября ты пойдёшь учиться именно туда, куда ты бы учиться и хотел. То есть ты будешь программистом, да? Да. Ну, вот такая вот хорошая новость сегодня. И, дорогие друзья, я хочу сейчас, чтобы мы с вами все посмотрели небольшой сюжетик. Это фрагмент из программы, это, собственно, то, о чём говорил Валера по поводу того, что человек, ребёнок не умел совершенно готовить. Вот совершенно недавно здесь же на Вольской прошёл социальный экзамен, где ребята получили такой небольшой бюджет, время, они пошли дружно командой на рынок, уложились в бюджет и приготовили, в общем, что из этого вышло. Да, да. Но прежде чем мы посмотрим этот сюжет, у меня ещё есть для вас подарки. Компания Амвэй сегодня нам дарит такие симпатичные чехольчики для телефонов. Я надеюсь, сейчас нам, да, вот крупно покажут. И, Татьяна Васильевна, я вам вручаю этот пакет. Спасибо большое. Вы сами решите, да, кому распределить. Спасибо большое. Ну, а сейчас давайте посмотрим сюжетик. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Это универсальный формат. Сегодня мы говорим о том, что выпускники детских домов выходят в большую, во взрослую жизнь, как в космос. И я хочу привести вам такие, на самом деле, страшные цифры статистики. Шестеро из десяти выпускников детского учреждения пополняют ряды криминала, один кончает жизнь самоубийством, двое, как правило, влачат жалкое существование, и только один устраивается в жизни удачно. Представляю вам наших гостей. Рядом со мной Антон Рубин, директор волонтерской организации «Домик детства». Станислав Дубинин, руководитель Центра постинтернатного сопровождения. И у нас выпускники детских домов сегодня Саша Насонов и Катя Скопина. Такой вот состав. И, собственно, то, что касается вот этих цифр, которые я назвала. А, Станислав, вы сколько лет работали в детском доме? В районе 16 лет. Не знаю, мне кажется, что статистика, она слишком общая показывает данные. Может быть, по всей стране так и есть, но у нас выпуски, в общем-то, значительно сильнее. Дело в том, что раньше как-то и общество, и государство было настроено на коллективное мышление, на коллективизацию своего рода. То есть легче было тогда и выпускникам, которые выходили. Были заводы, были фабрики, где их принимал коллектив и так или иначе адаптировал, показывал те знаковые моменты, те ценности, к которым надо тянуться. Вот сейчас меняется государственный строй, и эхом идет вот эта волна непонимания. То есть дети теряются, они не могут найти коллектива, они не могут найти какого-то сообщества, где бы они могли проявить себя. Если раньше у нас были кружки и секции, где, в принципе, я не помню, вот сам ходил, был ребенком, я не помню ни одного дня, что было, у меня был свободный. Я то ходил в драм-кружок, то в авиа там делали самолеты, то в плавание, то в гимнастику. То есть и везде свои коллективы, и везде была возможность адаптироваться, и везде как-то вот найти свою нишу, найти возможность коммуникабельных способностей вот эти развить. Сейчас с этим, конечно, сложнее. Они выходят, и выходят, получается, вроде как в никуда. А давайте сейчас вот узнаем, куда они выходят на самом деле. Кать, сколько лет ты в детском доме провела? Пять с половиной. А вот ты вышла в большую жизнь, и что? Чего тебе не хватило? Было ли тебе страшно? Ну, мне до сих пор страшно. А вот почему? Что вызывает твой страх? Ну, потому что мы как слепые котята выходим, ничего не знаем, не понимаем, что надо делать, что делать, как-то я не знаю. Живем как-то одним днем, что будет, то будет. Ну, то есть родительские дети, например, они тоже, наверное, в какой-то мире такие же слепые котята, но им есть кому обратиться, получается, так? Да, так. Саша, у тебя какая история? Сколько лет детскому дому отдано? Два. Два года, ну, поздравляю, что не больше, да, цинично, прости. Ну, а у тебя как? Вот с какими проблемами ты столкнулся после этого? Ну, с уголовщиной, с уголовными делами. Что имеется в виду? Ну, пока я жил в детском доме, появлялся там редко, то есть постоянно был в этих пиках, потому что мне не нравилось закрытое помещение. Вот, а надо как-то есть, жить, значит, ну и здравствует тюрьма. Вот так вот. Какого рода помощь нужна тебе сейчас? И с чем ты не можешь справиться сам? Да, со многими вещами, даже самыми элементарными. Давай самое, может быть, основное, то, что ты считаешь на первом месте у тебя, какая самая главная проблема? Устройство на работу сейчас. С этим каждый день сложнее. То есть вот ты самостоятельно не можешь устроиться на работу, а специальность какая-то есть? Есть. Какая? Автослесарь. А по какой причине ты не можешь устроиться на работу? Не нужны автослесари? Или пугает твоё прошлое работа? Кого пугает прошлое? То есть, да, мы вам перезвоним и лет пошли ждёшь. Вот так вот, столько времени у тебя попытки найти работу? Ну, это, грубо говоря. Понятно. Антон, не очень давно вы открыли свой центр постинтернатного сопровождения. Заполучили такого опытного, на самом деле, человека, как Станислав Дубинин. Это вопрос, кто как заполучил. А, вот так вот. Ну, вообще, вот, насколько мне известно, эта мысль-то витала давно. Мы работаем уже, ну, я вот уже шесть лет работаю с детьми, сиротами, детьми, оставшиеся на себе, с включением родителей. И первый же выпуск, за которым мы начали наблюдать, который я увидел в 2009 году, привёл, конечно, нас в шок. Потому что, когда мы увидели, что с этими детьми, с которыми мы целый год там работали, пытались развить интеллект, развить кругозор, вдруг они вышли в никуда. И многие из них пропали, в плохом смысле этого слова. Сначала был шок. Со временем пришло понимание, что с этим шоком нужно что-то делать, что-то нужно менять. В идеале, конечно, как говорит Стас, постинтернатное сопровождение нужно начинать ещё в детском доме. К сожалению, детский дом – это сейчас закрытое учреждение. Куда войти, что-то там менять невозможно. Единственное, что мы можем сейчас делать, это подхватывать вылетающих из гнезда детского дома ребят на свои руки и помогать вести. Не вести за ручку, потому что так мы их никогда ничему не научим. Но здесь опасность инфантилизма же, она очень сильная. Да, опасность инфантилизма уже нам не грозит, потому что он у них уже у всех есть. Поэтому мы стараемся их потихонечку отпускать, ослаблять поводок, направлять, а не вести за собой. И помогать становиться самостоятельным в этой жизни. Это вот наша главная, на мой взгляд, цель. И психологические тренинги на это направлены, на понятие того, что такое я, что такое личное пространство, которое они были лишены в детском доме. Обед по расписанию, прогулка по расписанию, личного я не остаётся. И понять, что от них, от самих только зависит их будущее. Потому что элементарно помыть тарелку, у них нет такого опыта в детском доме. Встали, отнесли на кухню тарелку, ушли. То есть сравнивать с ребятами из обычных семей невозможно. И многие проблемы, с которыми они сталкиваются, нам никогда не понять. И, может быть, поэтому эти проблемы никто не решает, потому что их не понимают. Вот одной из задач, мы в том числе видим, рассказать окружающим о том, с какими проблемами эти ребята сталкиваются, для того, чтобы окружающие тоже стали более понятливее. А окружающие это кто? Окружающие это тот мир, в который они выходят. Те же работодатели, те же педагоги в техникумах и институтах, которые, к сожалению, тоже не понимают, с какими особенными ребятами они сталкиваются. Катя, вот как ты считаешь, я правильно понимаю, что ты пришла вот в этот центр постинтернатного сопровождения и, в общем, со своими проблемами, которые, надеюсь, тебе помогут решить, да? Ты пришла потому, что, например, знала, что Станислав работал в детском доме. Вы, кстати, там пересекались, да? Она была у меня в грудь. То есть ты была воспитанницей. Вот ты пришла туда именно поэтому или как вот твой путь? Ну, пока еще даже этого центра не было, я обращалась к Стасу, потому что мне больше некому обращаться, он как-то дороже всех мне. А как ты считаешь, вот обратившись в этот центр, они что должны сделать? Вот ты принесла свои проблемы, например, положила и ждешь, что тебе их решат? Нет, я их не приношу, я спрашиваю у Стаса, что мне делать, как мне это делать, как правильно, что нужно делать. Он мне объясняет, и я как-то делаю. У нас очень хороший психолог работает, Оксана, она проводит занятия, и причем идет от индивидуального к общему, и от общей группы групповых занятий к индивидуальному. То есть она помогает детям разобраться в себе, кто я, что я, зачем я, и куда мне пойти, и каким путем. Причем она делает это настолько все грамотно, что дети включаются в разговор во время занятий и сами делают выводы, что надо делать так. То есть когда это приходит понимание, что это они додумались, это более фиксируется жестко у них в памяти, и они уже понимают, что да, это я понял, это я принял решение такое, значит, мне вот надо идти сюда. А как, каким путем, мы уже тут совместно все разбираем. То есть психологическая помощь очень важна. Тут включается все, и культурные программы, и театры, и музеи, куда мы входим, и просто прогулки, и волонтеры у нас замечательные девушки, я просто благодарен им очень, я не знаю, как выразить даже. То есть они даже вот приходят после занятий, занимаются с детьми какими-то поделками или что-то, и тот же психолог наблюдает, ага, вот это ручной моторик хорошо работает, значит, ему можно это. Вот этого усидчивости не хватает, значит, надо вот, то есть вот индивидуальная работа, она идет постоянно. Дети это чувствуют, дети это понимают, они сами ждут уже, когда придет Оксана, когда мы поговорим, а когда придет Таня, а когда приедет это. То есть чередование вот всех этих занятий, психологические занятия, культурные какие-то программы здесь, допустим, просто прогулки. Сейчас мы по спорту вот договорились, что будем в спортзал ходить, заниматься. То есть полноценное развитие и приход волонтеров расширяет социальные сети. Дети совсем по-другому начинают общаться. Они смотрят, они слушают, они присматриваются, у них есть тот опыт, с которым они уже могут брать примеры. Вот это ценно. Ну и я дополню немножко сам феномен волонтерства, который ребята наблюдают, он тоже для них ведь новый. Они раньше знали, что к ним приходят воспитатели, потому что им за это платят деньги. И тут вдруг они впервые видят, что к ним приходят люди, которые за это деньги не получают, просто хотят им добра. Для них это новый опыт, который, я считаю, крайне важен в жизни, которого им до этого не хватало. Ну и они уже сами, в общем-то, стараются где-то помогать и друг другу, и поддержки. Я думаю, что первая группа сейчас, охват, который у нас мы взяли, со временем она сможет уже помогать нам, подтягивать тех выпускников, которые будут на выходе. Потому что, конечно, сейчас мы идем по методу установки заплаток таких, скажем так, решения проблем и срочных, и долгосрочных. Но, конечно, лучше начинать надо работать с детского дома, с выпускниками. Пусть вот год хотя бы, но уже психолог, уже профессиональная нацеленность должна быть, профориентация. Потому что, действительно, выходят, они не знают, что это за специальность. И он идет туда работать, а она ему вот, ну, не идет она. Не нравится ему работа. А что такое счастье? Это когда сразу идешь на работу и сразу возвращаешься домой. Саша, вот тебе работа нравится? Вот то, что ты автослесарь, ты так хотел или вот так просто случилось? Ну, мне повезло, я так хотел. А бывает, не хочешь, но надо. Скажи, пожалуйста, вот я думаю, что тебе в любом случае помогут с работой, почему-то мне так кажется. Ну, а на что ты сам готов? Вот, например, вот сейчас решится вопрос с работой. А где гарантия того, что, ну, вот, как ты сказал, я там не принимала этой системы, я бегала, потому что мне там, ну, было плохо, условно говоря, да? А вот дальше, а вот дальше как будет, например, когда ты начнешь работать, тебя опять, например, все не устроит? То есть, вот на что ты сам готов? Ну, я всегда рвался к самостоятельной жизни, вот я ее получил, и теперь все будет нормально. То есть у тебя, а откуда у тебя такая уверенность, что теперь все будет нормально? Не знаю, я сам самоуверенный. А эту уверенность тебе дали еще, видимо, до детского дома или где? Где ты ее получил? От родителей, наверное, гены. Ну, здорово, когда такие гены передаются, да. Ну, а все-таки я вот, Антон, Станислав, хочу вернуться к инфантилизму, потому что, вот, например, не очень давно мы снимали историю по поводу братьев, которые, выйдя из детского дома, получили родительскую квартиру, которая, собственно, сгорела. Жить там невозможно. И, причем, опека помочь готова. Но для этого нужно что-то делать. Нужно вынести мусор из квартиры, нужно там самим поклеить обои и так далее. Вот не касаясь частной этой истории, да, вот как уберечься от того, чтобы дальше вот... Почему вы уверены, что вы не поведете их за руку там, где они могут пройти сами? Ну, мы не уверены, и мы можем где-то ошибаться, наверное. Просто вовремя обнаживать эту ошибку и скорректировать свои взаимоотношения с ребенком, это да, это важно. Но вот по поводу квартиры Сениных, то, что мы говорили, то есть там сейчас понятно, что Никита еще не готов там включиться в работу. У Володи семья, он работает, он зарабатывает, сложно, мы с ним перезваниваемся, я его как-то пытаюсь там растормошить, он говорит, да, Стас, ну, просто вот, понимаешь, ну, вот так. Вот. У нас много проблем, у нас вот промежуток выпуска из детского дома ребенка, да, и до получения своего жилья. Это самый проблемный участок. Вот именно в это время и совершаются и преступления, и девочки ломаются. То есть здесь вот этот период надо как-то, потому что социальных гостиниц на всех, ну, не хватает. Это очевидно, потому что востребованность большая. Дети живут, вот Катя живет со своим папой. Ну, там такая обстановка, что до поножущины доходит. Здесь как-то решать вопрос уже надо. Но в социальную гостиницу она боится идти, это напоминает ей детский дом, и уже, в общем-то, совершенно летний, и пора привлечаться к самостоятельной жизни. Может быть, какие-то, я не знаю, социальные общежития, что ли, открывать, где будут они платить там какое-то там полторы тысячи за проживание, и у них будет своя комнатка, где они смогут накопить свое что-то, своя посуда, своя, может быть, мебель, своя одежда. А так ведь у них они вот то к друзьям переночуют, то где-то квартиру снимут, там поживут какое-то время, их выгонят или еще что-то. То есть у них нет своего ничего, и нет поля, на котором настройки делать вот эти все. Угу. Я сейчас, на самом деле, хочу немного подарков сделать. Ну, не были активны сегодня зрители со своими идеями, поэтому, пользуясь правом ведущей, есть звонок, да? Давайте послушаем. Угу. Алло. Еще раз добрый день. Я вот по какому вопросу еще спросить. А финансовые стороны, так сказать, жизни, кто им объясняет, всем подросткам? Да, спасибо, Юрий Владимирович. Я поняла вопрос. Давайте я сейчас сделаю то, что собиралась. Кать, я, собственно, тебе вручаю вот этот билет. Ищи себе компанию, можете идти попеть караоке. Антон, здесь подарки от компании Amway, это чехольчики для телефонов, и я думаю, что, собственно, вы определите, кого простимулировать, да, и кому подарить эти подарки. Ну, а поскольку у нас буквально вот осталось там 30 секунд до конца эфира, я не знаю, насколько мы сможем ответить, Юрий Владимирович, что значит... То есть, насколько я понимаю, никакой материальной поддержки выпускникам вы не оказываете. Нет, нет. Дело в том, что это опять надо начинать на почве детского дома. У нас была введена и работала в свое время такая валюта, своя валюта, которая называлась Добродел, и мы поощряли просто загруженность, занятость детей. В лагере это очень здорово работало. Ловит рыбу, он получает Доброделы, там, коробку с мусором, пять Доброделов. У нас и площадка была чистая, и дети были заняты. И вечером они приходили, они могли на эти Доброделы купить там яблоки, конфеты, в конце концов, маечки, зубные щетки. Да, Станислав, я прерываюсь, спасибо. Это, собственно, как раз была мотивация и социальная адаптация, с этим трудно поспорить. Ну, вот, может быть, после сегодняшней программы вопросов не стало меньше, мы, собственно, и не рассчитывали, что мы на все получим ответы. Ну, по крайней мере, вот есть такой опыт, надеюсь, что он получит поддержку. А мы благодарим всех, кто был с нами, и тех, кто участвовал в программе. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин